здравствуйте дорогие друзья с вами оксана перуцкая канал нитка ниточка спасибо что сегодня вы решили посмотреть мой ролик потому что разговор будет действительно очень серьезный очень интересный так как вязальщицы сегодня невероятно популярный народ я решила поговорить о своем опыте вязание на заказ и о том как я смотрю на тему оценки своей работы заранее прошу прощения за фоновый шум потому что где-то невдалеке живет бурлит кипит город одесса сразу могу сказать что я недоумеваю и меня очень расстраивают ситуации когда девушки женщины вяжущие на заказ оценивают свою работу по количеству часов затраченных на нее скажу вам прямо я категорически против этого объясню почему я например вижу довольно быстро не так быстро как опытные вязальщицы из британских островов конечно но довольно динамично конечно у каждого человека свой ритм жизни свой ритм вязания и мы все с вами делаем какие-то одни и те же вещи медленнее или быстрее остальных людей но представьте себе молодую вязальщицу которая вяжет очень медленно или даже если это опытный человек но вот такой режим жизни человек не слишком динамичен это нормально на самом деле что же тогда получается моя работа должна стоить дешевле только потому что я вижу быстро но позвольте мы кажется вяжем одинаковое количество петель при вывязывании одного и того же свитера и тратим одинаковое количество не так на это я бы даже сказала что вязальщицы которые вяжут быстро наверное тратят меньше усилий потому что это уже не умение а навык а навык он вообще-то выполняется автоматически то есть моя идея заключается в том что если человек вяжет медленнее то оценивать свою работу по количеству затраченных на нее часов будет конечно несправедливо и я знаю очень многие могут со мной не согласиться но это моя позиция по крайней мере на сегодняшний день я не раз своей жизни работала в женских коллективах и конечно те вещи связанные мной которые я носила на работу на себе которые я надевала не раз вызывали восхищение восторг окружающих это и понятно и в женском коллективе вы не можете наслаждаться чем-то не поделившись этим с другими людьми когда например мои коллеги женщины просили меня продать что-то из того что я ношу я смело шла им навстречу цена моих вещей в таких случаях складывалась очень просто если свитер был обыкновенный без всяких каких-либо особых украшений то я продавала его за 20 долларов если этот свитер дался мне не просто в плане рисунка или подбора сочетания ниток и фасона то я набрасывала еще 10 долларов мне всегда казалось это очень справедливой ценой я думаю что вязальщицы еще должны помнить обязательно одну очень важную в нашем случае поговорку мало знать себе цену надо еще пользоваться спросом если вы считаете что вы вяжете отлично но ваши свитера даром никому не нужны вы не можете накручивать огромную цену на них сидеть дома обложившись ими и восхищаться самой собой если же мои коллеги просили меня связать им какую-то вещь то я отталкивалась примерно от той же самой схемы самый простенький свитер я обычно вязала за 20 долларов если в нем предполагались какие-то накрутки на ворот и узоры араны или косы я вязала их за 30 долларов почему так спросите вы да очень просто те вещи которые я уже поносила правда обычно я свитер надеваю один-два раза в год и я умею ухаживать за своими работами поэтому вы никогда не определите ношеный этот свитер или нет а если он понравился конкретному человеку то я всегда рада поделиться однажды мне даже пришлось вязать свитер на очень большой размер где-то 56 или даже 58 я справилась с этим потому что на дворе были 90 и выбора у меня было не так много как вы помните и понимаете поэтому я умудрилась сама сейчас даже в общем-то удивляю себе я умудрилась связать этой женщине вещь с выточками и я помню что я не делал никаких сложных расчетов и это кофточка сидела на ней идеально и хотя это до сих пор так и остается единственной вещью которую я вязала с выточками для груди я тогда ни в коем случае не накручивала цену я была рада тем денежкам которые на тот момент я могла заработать вообще я много пересмотрела роликов на эту тему меня всегда привлекало название видео сколько стоит вязание и честно вам скажу какие-то очень размытые цифры не конкретные кто-то сидит и говорит ой да я вообще никогда в жизни вязать не буду за за деньги на заказ и называют такие цифры ну просто астрономически я понимаю что учитывая сегодняшнюю цену ниток немалую прямо скажем это вязальщица просто говорит себе нет нет и нет я вязать никогда больше не буду на заказ хочу привести вам очень как мне кажется удачный опыт из моего прошлого правда это касалось ателье и пошива одежды после школы я два года работала в ателье приемщицей заказов я не шила вещи на заказ но очень многое я там у мастериц посмотрела кое чему научилась спасибо этому моему прошлому за такой замечательный опыт почему я вдруг сейчас вспомнила работу в ателье хотя там не вязали никакие свитеры кардиганы ничего такого дело в том что рядом со мной в приемном салоне этого ателье сидела кассир и она всегда рассчитывала в общем-то часто на моих глазах цену того или иного изделия и мне как-то вспомнился этот опыт прошлого дело было в следующем например если человек приходил шить платье то скажем не помню сейчас цифры ну давайте возьмем в среднем советское время пошив платье как тогда говорили народным профессиональным языком три дырки то есть горловина и две проймы ну к примеру такое платье стоило бы вам 20 рублей советских если у этого платья вдруг оказывался воротник или планка или рукава или манжеты я уже не говорю о карманах скажем да то цена каждый раз увеличивалась на один советский рубль смотрите какой интересный подход то есть если у вас есть 20 рублей за платье два рукава 22 2 манжета 24 воротник 25 2 кармана если платье длинное прибавлялась еще какая-то цифра мне кажется что в этом есть рациональное зерно поэтому наверное на мой взгляд субъективные вы конечно можете с ним не согласиться и я это приму конечно и я пойму ваше несогласие мне кажется нужно отталкиваться от какой-то цифры ну например пусть это будет 20 долларов а потом вы прибавляете вот как только ваша фантазия развернется вот столько вы берете за каждый элемент если вы вязальщица с массой заказов и у вас просто нет времени чтобы голову поднять и посмотреть на членов своей семьи и сходить куда-то в кино в театр и просто в парк то конечно ваша работа должна стоить очень дорого еще один очень важный момент в оценке своей работы как я считаю если вы живете в каком-то небольшом поселке где каждая вторая женщина умеет вязать вряд ли ваши свитера будут стоить дорого если вы путешествуете за границу и видите в витринах каких-нибудь североевропейских магазинов невероятные цены на ручную работу местных мастериц применяйте это все-таки в ситуации потому что местные мастерицы знают колорит своего народа они знают насколько популярны эти свитеры или кардиганы они понимают какие узоры предпочтительные в данном народе и даже если вы купите там в ближайших магазинах северных странах например в норвегии или в швеции может быть или в британии купите нитки дорогущие приедете домой и свяжите точно такой же свитер один в один вы вряд ли продадите его за североевропейскую цену я вот например живу в городе одессе в теплом довольно таки теплом южном городе и зима у нас редко бывает минус 20 даже минус 10 ну я не знаю нужно долго ждать чтобы это произошло снег если он выпадает он выпадает сразу весь за целый год в один-два дня и мы просто иногда не выходим из дома и это настоящий катаклизм для одессы так вот сильно теплые вязаные изделия может быть в нашем южном регионе и не будут популярны хотя сейчас в особую моду вошли шапочки скажем варежки почему-то у нас не так холодно чтобы носить самые теплые в мире варежки часто я слышу такие отзывы от вяжущих девочек вот я столько времени потратила на этот свитер я своему ребенку забыла время уделять и вообще я его распускала и столько у меня было ошибок неполадок все это лирика никому не интересная есть еще одна замечательная поговорка никого не интересуют наши усилия всех интересует только конечный результат поэтому мы можем себе тихонечко дома поплакать пожалеть себя но никто никогда не пожалеет наши внутренние усилия все ценят нашу работу только за конечный исходный продукт и последний самый самый на мой взгляд важный момент в вязании когда моя мама вязала на продажу оренбургские пуховые платки потому что родилась она в оренбурге часто туда ездила в общем-то каждый год покупала пух сама делала из него нитку сама вязала эти оренбургские пуховые платки и продавала их в крыму в городе керчь стоя на базаре рядом с цыганками за ту же цену за которую цыганки продавали свои неизвестно из чего сделанные платки такого же казалось бы белоснежного цвета так вот мама никогда не завышала свою цену потому что она понимала что люди любят часто дешевые вещи конечно оренбургский пуховый платок легко можно проверить вы знаете да что его можно пропустить через обручальное или какое-либо другое колечко все все эти испытания мамины платки конечно же проходили и были по-настоящему красивыми но поговорить я в этом случае хочу не об этом а о том что будет делать покупатель когда он купит вашу вещь и вот здесь девочки держитесь мне приходилось не раз сталкиваться с тем что люди которые впоследствии носили мои свитеры либо обращались ко мне за последующим уходом либо высказывали мне некоторые претензии прямые или косвенные о том что свитер растянулся что он выглядит не так в данном случае я своим покупателям помочь ничем не могу если ваши покупатели не умеют ухаживать за вязаными изделиями у них есть один единственный выход из этой ситуации просто их не покупать я помню как моя мама работая в женском коллективе брала домой на стирку эти самые шали платки оренбургские или козьи шали например и у нас дома постоянно стояли пяльцы на которые после стирки бережной в тазу с какими то только ей известными средствами отбеливающими она постоянно натягивала их на эти пяльцы и у нас дома это было в общем то стандартная картина нашего быта иногда мама после оренбургских платков вязала оренбургские шарфики которые тоже было одно время модно носить вместо шарфиков зимой под одежду тогда она натягивала их каким-то особым способом только наполовину этих пялец и тоже в общем то это привычная моему глазу картина внизу я оставлю ссылку на то как я ухаживаю за своими вязаными изделиями и в общем то я довольна у меня машинка все стирает я покупаю соответствующее средство и в общем ни на что не жалуюсь поэтому когда у людей что-то происходит с вашими вязаными изделиями прежде чем знакомому человеку продать что-то сначала спросите а будет ли человек правильно ухаживать за ним а не будет ли человек на себе вытягивать этот свитер когда ему вдруг покажется что это не свитер уже а платье вот так лично я отношусь к оценке своего собственного труда вижу я с удовольствием больших денег никогда не запрашиваю потому что я знаю что это не стоит огромных денег спасибо вам что вы были сегодня со мной спасибо что заинтересовались этой очень важной для многих вязальщиц темой подписывайтесь на мой канал поставьте лайк если вы согласны с моим мнением если вы не согласны не надо сильно ругаться потому что ну я имею свою точку зрения на эту проблему и пока я с ней живу если она изменится я вам обязательно об этом сообщу с вами была оксана перуцкая до скорых встреч на моем канале подписывайтесь ставьте лайки смотрите потрясающее видео которые я с большой любовью делаю для всех желающих до встречи пока